Бомбить Киев. Будете. Это у вас в ваших планах написано. В планах НАТО уже стоит бомбёжка Киева. И дата стоит. А вы всё ещё не знаете. Вы всё ещё как дети. Наивно улыбаетесь. Вам кажется, что нет, этого не будет. Это будет. И Прибалтика будет другая. Вот они уже сбежали в Прибалтике. Они уже упаковывают чемоданы. Видите? Корреспонденты уже испугались, уже побежали. Они понимают, чем до них кончится издеваться над русскими. Надо сказать заранее, что война будет на территории Украины. За Крым. За Кавказией. Запад поддержит армян против Баку. И поддержит наоборот Тбилиси против Абхазии. Но НАТО будет это делать. Я вам это говорю. Здесь, в центре Европы, у НАТО нет других планов, кроме ведения войны. И главная цель – война с Россией. Но напрямую они боятся. Поэтому будут бомбить по периферии. Кавказ, Балканы, Ближний Восток, Дальний Восток. Напрямую с Россией они не пойдут. Но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ. Это общая тенденция. Так делал Наполеон. Но он был честный. Он шел напрямую на Россию. Подошел, сжег Москву и вернулся. Так честно сделал Гитлер. Напрямую на танках. Он шел до Москвы, но не удалось ему. НАТО хитрит. И у них цель та же самая. Захватить Россию. Уничтожить Россию. Все то, что хотел Гитлер, они уже сделали. Расчленение Советского Союза, подавление экономики, уничтожение армии. То есть все то, что хотел Гитлер, НАТО уже практически на 70% сделало. Только НАТО скифлак еще не развивается в Москве. То есть Запад живет за чужие деньги. На чужие деньги живет этот континент. Он искусственный. Он действительно как бы загнивающий. В этом смысле Ленина, я всегда его не уважаю и жду не дождусь, когда его труп уберут в Красной площади. Но он был прав. Запад это загнивающий континент. Паразит континент. Умирающий. Он мучает весь мир. Он живет хорошо, потому что вся планета мучается. 6 миллиардов мучаются, чтобы здесь 500 миллионов шиковали. Пили шампанское, в красивых залах сидели, рассуждали о мире и в это время посылали свои войска на восток. Запад сюда бил все войны. Все войны были из Европы. Никогда в мире ни одна страна не нападала на другую. Все войны провоцировал Запад. То есть мы готовы ценности Запада использовать для демократии.